Добрый день! Сегодня у нас головоломка, которая меня очень порадовала. Это кубоид 3х3х2 от компании Chiimo Fang. Не так давно я радовался выходу кубоида от Fangsino такой размерности. До этого я всегда собирал на кубоиде от VanVan. Да, обычно называют, что это кубоид 2х3х3, но дисциплина сборки этой головоломки называется 3х3х2, для того, чтобы не путать с кубоидом 2х3х3 и 2х2х3 легко спутать. Поэтому приняли решение называть 3х3х2, что больше подходит по сути головоломки и не вызвать никакой путаницы. И в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу, пока, правда, только один раз, но головоломка собиралась. И как раз я собирал на ванване на чемпионате МэйОпен 2019. И я занял, соответственно, третье место как раз на этом кубоиде. Вот я радовался Fangsino, но компания ЧИИ предвосхитила спрос на эту головоломку и выпустила очень хороший кубоид. Это обычная коробочка, в которой есть инструкция. Кстати, надо посмотреть. Тут есть какие-то азы сборки. Ну, они нам, наверное, неинтересны. Вот сама головоломка, которая по внешнему виду точно такая же, как 2х2х3. И которую можно замагнитить. И вот я собирался замагнить Fangsino, который, ну, был, кажется, помягче, чем ванван. Но не успел и замагнитил уже MoFang. Да. И вот верхний слой магниты чувствуется прямо как на трешке. Очень хорошо. Ну, слайс чуть поменьше чувствуется. И это головоломка практически идеально. То есть все ланваны, фанксины, все уже неактуально. По сравнению с ЧИИ, это все уже прошлый век. Это самый лучший кубоид 3х3х2. Да, если компания MoYu, Yuxin или кто-то еще сделает лучше, да хоть и га. Мы сравним и выберем. Но пока вот это лучшее. А с магнитами тем более. Но магниты, конечно, приходится делать самому. Напомним, в чем смысл этой головоломки. Верхний и нижний слой вращаются как у трешки. То есть U, U, U', 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 D', 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 D'2'. Но движение R, движение L, движение B и движение F можно делать только двойные. Можно собирать, ну, скажем так, методом для начинающих, используя минимум алгоритмов практически интуитивно. Можно собирать продвинутым способом. Покажу, в чем разница обоих. Ну, в первом случае мы просто собираем крест. Причем следим за расположением цветов. Белый, зеленый, оранжевый, синий, красный. Поскольку здесь на боковых сторонах центров нет, ориентироваться нужно именно на расположение ребер друг на друга. Собрали крест. Крест и теперь уголки ставим немного модернизированными пиф-пафами. Всегда они будут располагаться белым цветом вверх. Ну, если мы начали с белого креста, а тут можно либо с белого, либо с желтого начинать. И сделаем вот такой пиф-паф. Он на один ход больше. То есть получается пиф-паф R2, U, R2, U', R2. И элемент ставится на свое место. И все уголки ставятся или извлекаются со своих мест именно таким образом. То есть вот этот нужно отсюда убрать. Делаем то же самое. Переставляем сюда. И, соответственно, четвертый. Сейчас выпала самая такая неудобная ситуация. Но мы решили пока все это одним алгоритмом. Как в методе для начинающих. Дальше нужно расставить углы по местам. И здесь мы используем практически такой же алгоритм. Находим вот два угла, которые ставят правильно. Друг относительно друга. Ну, или глаза. Делаем пиф-паф. Потом перехват. И делаем пиф-паф, немного меняя ходы. R2, U', R2, U', R2. То есть сначала нормальный пиф-паф. Перехватываем. Потом меняем ходы U и U' местами. Давайте еще раз покажу. R2, U, R2, U'. R2, R2, U', R2, U', R2, U', R2. Такой вот алгоритм. На самом деле, если присмотреться, то можно заметить, что вот обычным пиф-пафом мы достаем вот этот уголок или ставим на место. А не совсем обычным пиф-пафом мы вот этот уголок из заднего положения ставим на свое место. То есть вот сейчас уголок стоит сверху. а нужно его поставить вниз. Мы делаем R2, U', R2, U', R2. Соответственно, если понимать этот процесс, то ее залучивать особо-то нечем. Ну и дальше нужно расставить ребра по местам. И здесь достаточно двух алгоритмов. Классический кубоидный, который переставляет ребра напротив, решается R2, U', R2, U', R2, U', R2, U', R2, U'. Такое же было на кубоиде. 2 на 2 на 3. И если ребра располагаются рядом, он немножко видоизменяется. То есть сначала делается, ну как пиф-паф, R2, U', R2, U', R2, U'. Потом R2, U', R2, U', R2, U', R2, U'. И отменяется пиф-паф. Ну, там можно, конечно, ходы посокращать, но при желании можно вывести. И все. Этими алгоритмами можно обойтись. Но при желании можно вывести алгоритм для каждого случая на верхней грани. Причем можно расставлять отдельные углы в один алгоритм. Можно в один алгоритм расставлять ребра. К примеру, может случиться какая-нибудь вот такая вот ситуация, которая на обычном кубике 3х3 невозможна. И для того, чтобы базовыми алгоритмами переставлять элементы, ну, потребуется несколько больше времени, чем хотелось бы. Ну, а здесь можно решить за один алгоритм. Особо расписывать я его не буду. Но делается примерно вот так. И, соответственно, все решается. Я собрал множество таких алгоритмов. Конечно, их вывел не я, умные люди. Ну, вот, когда я буду делать обучающее видео по 3х3х2, там все это предоставлю. Причем, что интересно, можно собирать кубоид не с креста, а собирать полосками. Сейчас покажу пример. Эту идею мне подал Константин Соловьев. И изначально все это отрицал. Можно и крестом просчитывая углы и крест собирать достаточно быстро. То есть, ну, меньше 20 секунд хотя бы. Но собирать полосками куда эффективнее. К примеру, давайте с какой-нибудь начнем. Вот у нас есть два элемента. Белый-зеленый и белый-зелено-оранжевый. Они стоят, ну, рядом с друг другом правильно. К ним можно нехитро поставить как-нибудь третий элемент. Ну, к примеру, вот так. Вот они стоят три. Далее к ним можно подставить вот сюда белое-оранжевое ребро и белое-красное ребро. Это тоже делается вполне интуитивно. И в, ну, небольшое количество ходов ставится рядом. После чего можно уже дособрать третью полоску. Как-нибудь тоже. Когда быстро, когда не очень интуитивно. И первый слой собран. После чего можно решить все, что осталось в один алгоритм. Есть алгоритм, который переставляет два вот угла. Ну, или можно использовать несколько. В данном случае угла нигде нет. Можно сделать вместо копья перестановку двух углов. Ну, так называемый T-Perm. Делать его два раза. После чего, ну, выйти на какую-то ситуацию. Если вот ситуация совсем не знакома, можно сделать какую-нибудь простую перестановку и выйти на знакомый Z-Perm. Которую тоже можно решить в один алгоритм. Если вы умеете. Ну, или использовать базовые перестановки. Здесь большой простор для модернизации алгоритмов. Для развития скоростных методов. И сама головоломка от Moffang это позволяет. И это хорошо. Вполне несложно. Здесь можно все замагнитить. Это достаточно трудоемко. Я потратил достаточно много времени. Но, возможно, у кого-то получится быстрее. Эффект есть. Магнитить стоит. По крайней мере, мне такая головоломка нравится гораздо больше. На данный момент эта лучшика будет 3х3х2. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.